Все произошло здесь, на улице Казачья, 26 А в Антипихе, 8 часов вечера. Юля Буднякова вышла в магазин, но домой она так и не вернулась. По дороге ее сбил автомобиль. От несовместимых с жизнью травм женщина скончалась. Прямо видно, вот этот удар, который на голову не пришелся. Здесь тоже много крови, вся куртка. Это кошмар. По швам разошлось, понимаете, ботинки взлетели у человека. Очевидец Ливон Маргаян рассказывает, что в тот вечер и он чуть не попал под колеса автомобиля. Повезло, вовремя успел увернуться. Еще раз помните ту ночь, тот вечер, когда приехал водитель на машине. С какой скоростью он примерно ехал? Примерно 70-80. Водитель, он сразу скрылся? Он не остановил машину. Он дальше проехал, да? Дальше проехал, да. Я думаю, что за мной останется, обратно приедет, уйдет в больницу хоть. Почему не помог, а поехал дальше, еще предстоит выяснить следствие. Пока же известно, что погибшая Юля Буднякова переходила дорогу в неположенном месте, а скрывшийся с места ДТП водитель участковый. Проведенное по делу медосвидетельствование говорит о том, что в момент аварии страж порядка был трезв. В настоящее время начальникам управления внутренних дел по факту ДТП назначена служебная проверка. Если будет судом установлено, что сотрудник полиции виновен в дорожно-транспортном происшествии, он будет уволен. Жители Антипехи в голос утверждают, что если они пойдут по пешеходному переходу, то не факт, что останутся целыми и невредимыми. Этот район они называют черной дырой. Никакого освещения и дорожных знаков здесь не установлено. И управы на водителей гонщиков никакой нет. Еще будут тут, тут будут смерти, конечно. Тут или камеру надо ставить, или еще что-то. Освещение вообще, ну, темнота полная. Это единственный пешеход, но он небезопасный. Я через него очень часто хожу, вечером это вообще, я на него не встану, пока я не увижу, что фары нигде не светятся. Это небезопасно, что выйдет здесь, что выйдет там, это небезопасно. В декабре 2014 года на этом самом месте уже было ДТП. Тогда участники отделались легкими травмами. По информации пресс-службы УМВД, в адрес мэрии, а именно в комитет ЖКХ, было направлено не одно письмо с требованием установить освещение. К делу о забывчивости власти подключилась и прокуратура Ингадинского района. В случае неисполнения предписания комитета штрафуют на 300 тысяч рублей. Может, тогда чиновники задумаются и снизойдут к простому люду. Екатерина Гаврилова, Алена Ведерникова, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ.